Защита прав граждан, выявление нарушений и перерасчет за коммунальные услуги. Об этом и не только рассказала его руководитель Остройжелтехнадзора КОМИ Ольга Микушева во время часа с министром. Такие встречи с начальниками ведомств на площадке общественной палаты проводятся по поручению главы республики. С какими проблемами чаще всего обращаются жители по линии ЖКХ, узнала Ксения Наговонская. С 2022 год службу Остройжелтехнадзора КОМИ поступило свыше 10 тысяч обращений. Проведено около 2 тысяч проверок, выявлено больше 5 тысяч нарушений. Такие итоги озвучила исполняющая обязанности руководителя службы КОМИ строительного, жилищного и технического надзора во время часа с министром. Ольга Микушева признается, 22-й год был значимым для республики в этой сфере. Удалось защитить права граждан, проживающих в более чем тысячах домов, блокированные до застройки. В этих домах, по этим домам, жителям предъявлялась плата за коммунальную услугу по электрической энергии на общедомовые нужды. Мы в интересах граждан вышли в суд, доказали в суде, что мест общего пользования, где бы предоставлялась эта услуга, в этих домах нет. И суд поддержал наш иск. И в результате ресурсоснабжающей организации было принято решение об освобождении жителей таких домов, а я напомню их более тысячи, освободить от платы за коммунальную услугу по электрической энергии на общедомовые нужды. Помимо этого, благодаря проверке службы, жителям Усогорска был произведен перерасчет в размере 726 тысяч рублей за некачественную воду. Как отмечают в ведомстве, основные проблемы – большой износ жилого фонда, непринятие органами местного самоуправления, достаточных мер по управлению многоквартирными домами и низкая мотивация самих собственников. Я очень много встречаюсь с жителями, общаюсь с жителями нашей республики, причем в различных, в разных, абсолютно даже в самых удаленных населенных пунктах, жители не понимают, когда я начинаю рассказывать, что это ваши обязанности держать вообще дома, что вы обязаны нести ответственность не только за то жилое помещение, которое находится в многоквартирном доме, которым вы владеете, но вы владеете еще и частью общего имущества. Вы обязаны обеспечить надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. И, честно говоря, зачастую даже сейчас для собственников это бывает открытие. Ольга Микушева отмечает, службы стройжилтехнодзора проводят также консультации для управляющих компаний и ТСЖН. Приглашают ректоров, экспертов и специалистов сферы со всей России на лекции и семинары. Одна из таких прошла как раз накануне. Учеба помогает выявить пробелы у тех, кто сегодня занят в сфере ЖКХ. Ксения Наговонская, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.